Уважаемый господин Вектор Константин Ванов, уважаемый господин Владимир Гатэй, уважаемые коллеги, дорогие студенты и шкодники, добрый день! Уважаемый господин Владимир Гатэй. Уважаемый господин Владимир Гатэй. Уважаемый господин Владимир Гатэй. Очень рад и считаю большой частью побывать по северной странице России в городе Санкт-Петербург и встретиться со всеми гостями и друзьями на берегу прекрасной легкой небы. Для участия в мероприятии «Узнаем Китай. Путешествия по России» 2017 года – фестиваль исполнения русских китайских стихотвор в рамках культурной недели «Правитель зелин» в России. Пользуясь всеми гостями, позвольте мне от имени делегации культурной недели «Правитель зелин» выразить огромную благодарность всех сотрудничествам партийского государственного технического университета, военем и членовского университета, дать шатерную подготовку и природные усилия к этому мероприятию. Поприветствовать всех гостей, преподавателей и студентов за интерес и поддержку нашего мероприятия, а также поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия за исполнение русских и китайских стихотвор. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэзия... Поэзия, как достаточно высокая литературная форма, предоставляет собой инструмент литературного творчества, который поломает воображение и отражает перемены эпох и идеологии нации. Китай и Россия — страны, богатая своей уникальной поэзией. Пятидесятилетная история китайской нации воспитала множество тратливейших поэтов, которые оставили терапевтистов многотизренные пресняши, как жемчужины и звезды, и отличные стихотворные произведения. Россия также имеет свою давнюю традицию любовь к стихам. Есть и такие слова по русской поэте. В России столько поэтов, что они как на одном листе две поющие птицы. Отсюда мы видим степени любви русского народа к стихам. Чанчинский университет постоянно реализует принцип равноправного обмена языками и языковой выназначенности. Университет активно способствует развитию русского языка и поприалифицирует русскую культуру. Развивая одновременно с российскими вузами институт конфузии, Чанчинский университет поддерживает вузы партнеров России, открывающие подготовку по китайскому языку и поприалифицирующие китайскую культуру. Чанчинский университет вузы партнеров России. В то же время Чанчинский университет и Бадзинский государственный технический университет войне пошли вперед по развитию сотрудничества в образовательной и гуманитарной образе между российским и китайскими вузами. И впервые создали совместные образовательные проекты, отопленные министерствами образования КНР и АРФ. И впервые протянули совместную подготовку технических кадров, знающих русский язык и технику, которые особо нуждаются в расширении научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем в образе механики, электротехники, робототехники и аэротехники. Тем самым не только эффективно продвинул прогресс интернационализации двух вузов, но и повесили международную объединенность двух вузов. Дорогие студенты и школьники, сегодня давайте своим исполнением покажем риск и изящность штриха русских и китайских поэтов, сохраняя нашу любовь к классу, чувствуя сердечную чистоту поэтов, восстанавливая свободу и кровелью русских и китайских стихов. Удачи всем исполнителям и успехов в фестивале исполнения русских и китайских стихов. Спасибо за внимание.